Причем видите, как они строились действительно с интересным архитектурным решением. Когда мы говорим про Павлова, нам, естественно, в первую очередь приходит опять-таки на ум слово «собака». Александр Блок. Александр Блок. Их взаимная неприязнь наложил отпечаток на бурные дебаты по поводу проектирования алкогольного института. Думал, придумывая, да? Павел Перец, мастер локвенции. Оператор встал передо мной на колени, наверное, хочет сделать мне предложение. Но мы не в Штатах, понимаешь, и даже не во Франции. Старость, не радость, надо сказать. Сегодня мы будем гулять по бывшей пролетарской слободе, которая преобразилась до неузнавания. Поэтому я немножечко такой AC-10 стайл, прямо от Сахи, от станка. Впрочем, мне не привыкать. У Сахи не был, у станка стоял. Когда-то здесь была несанкционированная такая самопальная парковка плавсредств. Они вот здесь вот все выстраивались редком. И вот эта территория, она представляла из себя самый настоящий хаос. Вот посмотрите, во что она превратилась. Вот как можно сделать хорошо при желании. Тут вам и скамеечки, там диджейский пульт, качельки. Мы сейчас, может быть, даже на них покачаемся. А вот с этой стороны ботанический сад, где изначально выращивали для нужд царей и императоров всевозможные полезные вещи, как съедобные, экзотические, так, в общем-то, и всевозможные целебные травы. Поэтому и остров этот был назван аптекарский. А я вижу пустую скамеечку. Видите, девушки, даже не потребовалась ваша помощь. Скамеечка освободилась. Да. Сейчас я буду делать это. Итак, почувствую себя 17-летним хипстером. Молодой человек, я ненадолго. Вы можете сейчас присесть. Я вот буквально, вот буквально так, и-ху, и буду повторять так, Александр Блок, Александр Блок. А потому что мы сегодня продолжим рассказы про этого замечательного поэта, ибо мы находимся с вами в том месте, где раньше располагался лепгвардии гренадерский полк. И вот то, что у меня находится вот там за спиной, это их солдатские казармы. Там Блок не жил. Он жил дальше, и где это происходило, я вам покажу чуть позже. И, пожалуй, хоре. Потому что нам еще гулять аж полтора часа. И мы начинали об этом в одном из моих предыдущих выпусков. Но я там показывал, в общем-то, финальную квартиру поэта. А здесь мы будем говорить о его промежуточном месте жительства. Дело в том, что родился он, как вы понимаете, на Васильевском острове, где обитал его дед Бикетов. А потом его мать вышла замуж за одного прекрасного человека. Вот в этой книжке, которую я не устаю вам показывать. Это уже второй раз будет. Здесь приводится цитата Федора Михайловича Достоевского, который, когда увидел Блока отца на одном из неприемов такой светской тусовки, в салоне философа спросил, что это за демон. То есть настолько вот демоническая у него была внешность. При этом, как уже было сказано, личная жизнь не задалась. Этот демон оказался достаточно придирчивым и мелочным. И фактически, когда они вернулись, они сначала в Варшаву уехали, когда они вернулись обратно, родители свою дочь не отпустили. И поэтому этот демон стоял часами под окнами ректорского дома, называл свою супругу тигрицей, мучительницей. Один раз каким-то образом незаметно пробрался в их квартиру, дошел до ее комнаты и пальцем скребся, чтобы она его пустила. Но она его не пускала. После этого она вышла замуж за как раз поручика рейб-гвардии гренадерского полка Коблицкого Петух. Такая у него была фамилия. В прошлый раз я сказал только вторую фамилию, Петух, поскольку она очень хорошо соответствовала тогдашнему моему внешнему виду. Здесь был целый комплекс этих казан. Кстати, обратите внимание, что на воинственный контекст данного здания намекает вот этот вот элемент. Было не принято уж больно сильно украшать такие утилитарные заведения, потому что казармы, как и бани, как и фабрики, они, понятно, для чего предназначены. Тем не менее, обратите внимание на высоту потолков, потому что солдаты солдатами, казармы казармами, а определенные нормы той эпохи, они соблюдались. Продолжалось это все вот туда. Здесь был их плац, вот с этой стороны. Там у нас, да, сохранилось несколько зданий. Сохранились и бывший госпиталь, сохранилась кузница, вот как раз через дорогу она будет. А вот с этой стороны, куда мы сейчас с вами будем направляться, там был офицерский корпус, куда юный блок переехал вместе со своим отчимом и матерью. И, конечно, мать надеялась, что ее второй супруг станет для ее сына настоящим отцом. Но второй супруг, он сына, с одной стороны, не третировал, но, с другой стороны, он и должный такой отеческой любви не проявлял. Вообще, у него была одна характерная особенность, которая о многом вам скажет. Он любил собирать винтики и шпунтики, по-простому говоря. Ну, то есть, какие-то винтики и пружинки для совершенно непонятных приспособ, складывал их в отдельные такие коробочки. Ну, и понятно, что с таким педантизмом, в принципе, это, наверное, замечательный сюжет для какого-нибудь современного фильма про Сайко. Оператор встал передо мной на колени, наверное, хочет сделать мне предложение, но мы не в Штатах, понимаешь, и даже не во Франции. Вот, обратите внимание на эту замечательную эмблему Павлов Юниверсити. Дело в том, что про Павлова мы сегодня еще поговорим. Это тоже одна из сквозных тем нашей прогулки. И вот на вот этот вот джезл. Я всегда на своих экскурсиях говорю про различия Кадуцея и посох Асклепия. Вот это посох Асклепия, потому что он с одной змеей. А Кадуцей, символ бога Гермеса или Меркурия, он с двумя змеями, обвисшими, обвисшими, обвисают не змеи, обвисают другие части человеческого тела, обвившимися. Вот. Здесь семья сменила три квартиры, причем изменение местоположения соответствовало повышению Кублевского пиотуха в звании. То есть, чем мощнее он становился на карьерной военной лестнице, тем, соответственно, более комфортабельное жилье ему предоставлялось. Надо сказать, что Блок не вынес из этого периода ничего светлого, радостного и хорошего. Он нашел свое отражение в поэме «Возмездие», как считают Блоковеды, что он описывал именно быт и характер Лейбгварда Гренадерского полка. И вот здесь начинается это обширное здание. Это офицерский корпус, который повернут, естественно, к Неве. Вход был отсюда, здесь была стража. И, как обычно, мало кто замечает мемориальную доску, которая висит вот здесь. На ней сказано, что здесь размещались сказали армии Лейбгвардии Гренадерского полка, солдаты которого, в углоде с гидекабристым паном и судгофом, вышли на Сенатскую площадь в день восстания против самодержания. Ну и дальше дата. Значит, конец истории. И, в принципе, ничего дальше не сказано, но вот я буквально вам хочу привести одну цитатку. Я вот сейчас читаю книгу из серии «Жизнь замечательных людей» Олейникова про Николая I. Здесь, конечно же, описано это событие. И что здесь говорится? Например, «По дороге к Зимнему уже дома, уже дома, ну, имеется у Зимнего дворца, у главного штаба Николай увидел, как навстречу ему валит тысячная толпа солдат лейб-гренадерского полка». То есть они отсюда до горцовой площади дошли пеохом, практически без офицеров, но со знаменами. Николай подъехал вплотную и закричал, «Стой!» «Надеюсь навести порядок и выстроить полк!» «Мы за Константина раздались ответные воздействия». Ну, их им впаривали, что на самом деле Николай узурпатор, что Константин чуть ли там не в цепях сидит в тюрьме, на самом деле, как вы знаете, это все бред себе кобылы. И ситуация накалилась. Дело могло кончиться кровавой рукопашной, в которой за жизнь Николая трудно было поручиться. Но Николай указал на Сенатскую площадь, тогда «Растак, вот вам дорога!» И посторонился. И вся толпа прошла мимо меня, вспоминал потом Николай. Вот удивительное событие. Люди замыслили государственный переворот. Государственный переворот подразумевает, ну, в идеале, конечно, устранение царской семьи. В принципе, у декабристов такой план был. По убийству не только вообще главы, но, в принципе, и даже всех остальных, и даже в Европе. И вот встречаются они один к одному, причем не один к одному, буквально в смысле, а их много, а он один. И все, они идут дальше. И много раз на протяжении этого рокового дня император Николай замечал удачность в течение обстоятельств. Покровительством по отношению к царю, ко всему его будущему и царствованию со стороны Божьей воли. Ну вот, например, та же толпа лейб-гвардии надер всего на пять минут опоздала захватом Зимнего дворца и в нем всего императорского семейства. Именно на пять минут раньше прибыл преданный Николай лейб-гвардии саперный батальон. То есть представьте себе вот молодую жену Николая Первого, его детей, которые, он их перевез из Аничкова в кибитки специально незаметно, чтобы они привлекали внимание в Зимний дворец. И тут врывается вот тысяча вот таких вот зверелых людей с оружием, которые рыскуют где тут, где тут. Но их опередил вот лейб-гвардии а саперный батальон. Оператор встал на второе колено. Ты все-таки, все-таки, как сказать, хочешь нарушить скрепы, я не понимаю. Ну а здесь как-то по традиции я хочу вам показать еще одну мемориальную доску. Вот, видите, в этом доме с 1889 по 1906 год жил поэт Александр Блок. Жил, не тужил. Я вам даже хочу показать собственно фотографию этой семьи. Вот она, да. Это непосредственно Франц Феликсович Коблицкий пятух. Блок такой, юный ботан подаван. Ну и вот мамочка его. Вот этот переулок раньше назывался Казарменным переулком. Кстати, интересно, как он сейчас называется. Возможно, так же и называется. Я как-то никогда не задумывался об этом, потому что никогда здесь особо не ходил. И здесь просто в этой книжке на самом деле есть целая глава, посвященная мы сейчас перейдем пока дорогу. Не раздумий и свиданий. Где же она? Где же она? так, в офицерском корпусе гренадерских казарм. Да, это уже идет речь после того, как Блок женился. То есть, он после свадьбы все равно сюда переехал. А до этого, когда они еще не женились, где эта прекрасная глава про все такое и прочее. А, дни свиданий, дни раздумий. Это получается, он встречается со своей любовью Дмитриевной Менделеевой. Вот, гренадерской казарме и гимназии. Например, друзья у него практически не было здесь. Был один, который потом погиб во время Первой мировой войны. И вот Блок вспоминал об этом периоде двумя словами. Пошлость и хамство. А вот один из современников Блока писал про этот вид, который сейчас представляет собой данную панораму. А как это выглядело ранее? Замечательный Самсонинского моста вид. Из труб, фабричных, как громадные гигантские столбы, поднимались клубы дыма на огромную безветренную высоту, не разбиваясь, и там сливаясь в огромную мглизкую дымовую сеть, висящую неподвижную. Я, честно говоря, не могу сказать, что в этом замечательного. То есть, представляете, вы выходите в то время вот сюда, и здесь просто сплошной смог над вами витает. А вот здесь стоял мост на самом деле. То есть, вот тот мост, по которому мы сейчас пойдем, он был построен далее. По временной шкале. Ну, в принципе, здесь я вам все, что хотел, рассказал вот про обитание Блока. А я бы в данном случае вот мы очень удачно стоим, обратил ваше внимание вот на тот особняк. Это особняк Нобелей. Бизнес-центр, который рядом стоит, называется удивительным образом Нобель. Здесь я провел определенное время жизни, работая в журнале Собака.ру, о чем пару слов сейчас скажу. Так вот, сейчас я вам хочу показать пару картинок с пристрелом вот туда. Сначала вы увидите иллюстрацию, как бы мы сейчас сказали, нефтеналивного танкера, который стоит прямо перед этим особняком. Ну, а затем уже непосредственно сам особняк. И, конечно же, в то время никакой такой асфальтовой набережной не было. Собственно, как ни не было моста, через который мы сейчас с вами пойдем на ту сторону. Это Петроградская сторона, Петербургская сторона, потом Петроградская сторона стала. Вот это рабочая сторона и, как вы понимаете, между ними определенное пространство существует. То есть, это совершенно другой мир. И в эпоху Блока это было, и даже на самом деле довольно долгое время и после 1917 года. Так вот, вся та сторона, начиная с этого особняка и туда дальше, куда мы с вами пойдем. Это все империя Нобелей, с которыми у нас, конечно же, если мы спросим у обывателя, что у вас ассоциируется с фамилией Нобель, первое, что придет на ум, конечно же, Нобелевская премия. Мало кто знает, что Альфред Берхард Нобель, как его полностью звали, он жил в городе Петербурге, причем довольно продолжительное время, потом уехал обратно. Почему туда отправил? Вот здесь вот раньше был мост. Я вам сейчас покажу вот несколько картинок, непосредственно сам этот старый мост и еще будет у нас пара иллюстраций, как строился новый мост. Это уже в 70-х годах на самом деле было, поэтому с точки зрения современности мост достаточно свежий, относительно какого-нибудь литейного или уж благовещенского, хотя Благовещенский конечно несколько раз переделывался и расширялся и прочее, и прочее. Так вот мы, когда я там работал, точнее это уже было после, я переехал в Москву уже, возглавил редакцию другого журнала и я узнал, что замечательная Яна Милорадовская, пламенный ей привет, по-моему она до сих пор там рулит всем в журнале Собака.ру, она устраивает там съемку в этом дворце в особняке с Ильей Логутенко. Мне как раз нужен был главный персонаж и на обложку и собственно в номер и мы с ней договорились о неких таких взаимовыгодных вещах. Я сюда приехал из Москвы специально брать интервью у него ну и часть съемки тоже я позаимствовал и вот надо объяснить вам как меняется отношение к данной местности когда я здесь работал меня вообще абсолютно не интересовало не то что рядом со мной есть особняк куда тогда можно было попасть ну не легко но можно было попасть не то что за этим бизнес центром располагается это самое как бы сейчас по старославянски сказать слобода нобелей да кстати вот здесь где сейчас находится видите такой мост зелененький там раньше находилась часовня Александра Невского посвященная Александру второму императору я сейчас вам поставлю как бы картинку которая демонстрирует как она выглядела естественно ее ну благополучно снесли в 30-х годах как и большинство подобного рода сооружений мы с вами уже были вот там я рассказывал про взрыв на даче Петра Аркадьевича Столыпина она располагалась сразу же фактически вот по левой стороне за ботаническим садом и я показывал вам на эту фабрику красная нить говорят что с нее начался февраль 17-го года вот женщины пошли вот оттуда да по большому Самсонинскому проспекту и вот они когда шли мимо всех фабрик и заводов к ним подтягивались все остальные люди часть контингента присоединился конечно из заводов Нобеля так вот Нобели собственно все началось с отца его звали Эммануил он был швед по национальности как это не мудрено предположить и он был изобретатель уже в себя на родине он начал заниматься патентованием своих идей но ему все время не везло занимался отправкой собственных грузов на судах которые были не застрахованы и они затонули после этого у него сгорел его собственный дом точно так же не застрахованный а он набрал кредитов и конечно же его кредиторы начали осаждать вот для того чтобы себя как-то и спасти он отправился в Россию Россия тогда постиралась вплоть до Швеции потому что финляндского княжества было непосредственно частью Российской империи и он начал в Гельсингфорсе свою деятельность причем семью у него было четыре сына выживших у него часть детей умерла но это была к сожалению известная ситуация в то время детская смертность была катастрофичной показатель детской смертности я имею ввиду то есть был сын Роберт был сын Людвиг был сын Альфред и был сын Эмиль вот четыре сына остались в Швеции матери пришлось открыть лавку то есть она не пошла в поля не стала к станку она стала торговать она открыла лавку дети ее там бегали торговали спичками и здесь Эммануилу Нобелю достаточно сильно повезло он смог представить свои идеи которые были интересны для морского ведомства вообще для военного ведомства в частности речь идет про морские мины надобность которых наш лот тогда испытывал ему как бы по современному говоря выдали грант государственный на 25 тысяч рублей это колоссальные деньги для того чтобы вот он здесь на этом самом месте организовал собственный завод что он собственно и сделал но поскольку у нас сегодня маршрут достаточно большой и мы с вами как раз таки перешли на другую сторону то сейчас мы сделаем паузу и волшебным движением монтажа перенесемся в другую точку нашего маршрута откуда мы собственно и продолжим нашу прогулку ну и раз мы на выборгской стороне то где же нам все-таки не продолжить историю как на выборгской улице тем более что здесь есть прекраснейший уютнейший закуток и в данном случае несчастье про которое я всегда рассказываю на своих экскурсиях я имею ввиду не элемент проходных дворов а действительно большой зеленый сквер выборгский он так и называется где будет очень неплохо прогуливаться например тем кто приобретет квартиру в жилищном комплексе построенный который будет построен компанией юит я об этом скажу в конце ну а нам надо естественно пару слов рассказать про альфреда нобеля он действительно имеет и к России непосредственное отношение сам он был не менее великим изобретателем ну главное изобретение как вы знаете его это динамит и вот с этим было конечно масса проблем дело в том что вообще нитроглицерин он был известен еще до альфреда он учился во франции у лаперуза великого химика и в принципе уже тогда там они думали по поводу экспериментов с этим веществом плюс был в том что оно было дешево это нитроглицерин получался как вы думаете из какого материала правильно из глицерина а глицерин это побочный продукт производства мыла и в общем его как правило просто выкидывали а тут вот пожалуйста превращаешь нитроглицерин и он взрывается но вот была проблема связанная с тем что вот эти взрывы они зачастую были неконтролируемые и как вообще это все транспортировать тоже было не совсем понятно в процессе экспериментов с этими взрывчатыми веществами ну кстати Нобель активно это взрывал у нас под Выборгом так вот в Швеции они ставили эксперименты и произошел мощнейший взрыв во время которого погибло бы несколько рабочих а самое главное погиб вот младший брат Нобеля Эмиль и для отца Эмонаил это стало непоправимым ударом у него случился инсульт и он в общем лег плашмя и умер через несколько лет он не вынес этого есть легенда про то как Нобель придумал то что нитроглицерин нужно заливать в пористую поверхность в одном из немецких городов вытекла вот это вот нитроглицериновое масло так называемое и попало в карст вот такая вот песчаная субстанция и вот тут Нобеля осенило что действительно если взять вот две трети взрывчатого вещества и смешать его с подобным элементом то все его можно паковать резать и транспортировать вот так он собственно свой динамит изобрел ну это французское все меня на францию тянет это греческое слово динамис сила ну собственно клубы Динамо да между прочим кстати клуб Динамо знаете кем был придуман задуман Феликсом Эдмунчем Держинским изначально вот и это был конечно колоссальный прорыв затем он придумал как сделать так чтобы этот динамит мог взрываться под водой там еще одна история про то как он порезал палец стеклом и потекла кровь он колодием ее соответственно остановил понял что соответственно происходит впитывательный процесс в общем все это построено на вот неких таких думках придумках это кстати нередкая история я вот про Борщ Бруевича рассказывал как он лампу свою придумал да глядя на самовар ну и вообще масса есть таких элементов и динамит начал шествовать по планете но Альфред Нобель он же конечно же ну о чем думал когда придумал это динамит думал придумывая да Павел Перец мастер локвенции он думал в первую очередь о мирных затеях то есть помочь мостостроителям прокладывателям тоннелей и так далее но когда что-то очень мощно взрывается то вы догадываетесь кто этим может заинтересоваться вот посмотрите какая милая клумба да вот я когда работал в бизнес-центре Нобель вот не было такого здесь а вот как все это преобразилось в хорошую лучшую сторону тихо зелено а между прочим сейчас у нас уже под вечер все клонится и посмотрите желуди вот там вот зелененькие такие еще пока фактически парк дубки который находится неподалеку от того места где я живу в городе Сестрорецкий и Нобель под конец своей жизни пришел к ужасу вообще того вот ради чего используют его изобретение он вообще мечтал сделать такой мощный динамит чтобы вот было понятно кто-то поет очень активно было понятно что вот если его взорвать то хана он не знал про то что будет потом определенная бомба и вот здесь я вот водил экскурсию господи как как мне радует то какие люди ко мне приходят я задал своей аудитории вопрос вот эта история про то что Нобель он понял какую ужасную вещь он создал и попробовал это дело ну в данном случае как-то умаслить вот придумал свою премию которая присуждается до сих пор кого вам это напоминает чью судьбу и мне многие сказали ну конечно Сахаров то же самое только у Сахарова была более жесткая история Сахарова точно так же затравили в Советском Союзе он стал у нас предателем родины антисоветчиком и так далее у Нобеля была очень жесткая судьба личная опять-таки когда я водил экскурсию это была премьера маршрута естественно мне сказали вот про эту байку что жена Нобеля убежала с математиком и поэтому соответственно математики не получают Нобелевскую премию действительно есть два аналога Нобелевки которые присуждают математикам проблема в том что у Нобеля никогда не было жены да у него была сначала юношеская любовь его любовь умерла потом он действительно подкатывал к одной даме она гуляла ну встречался с офицером увлекавшимся математикой отсюда некоторые делают выводы что может быть поэтому у него такая нелюбовь к математическим людям кстати сам-то Нобель он же ни школу не окончил ни университетского образования не имел а тем не менее гениальный инженер и потом стал чуть ли не академиком признанным потом у него естественно были подкаты к Саре Бернард когда он жил в Париже но к Саре Бернард тут только не подкатывал да она была красавица и прочее но и в итоге он не выдержал когда ему было 41 год он дал объявление в газеты вот не было сайтов знакомств тогда и тиндера в конце концов может быть это ему помогло в общем он дал объявление что он ищет в себе компаньонку желательно образованную уже взрослую которая знает несколько языков и откликнулась откликнулась одна девушка Берта Кински разорившись баронесса она откликнулась приехала в Париж Нобель сразу влюбился но она в него не влюбилась она уехала обратно вышла замуж за человека фон Зютнер под фамилией которого она потом и была известна вы все знаете роман который был ей написан даже если вы не считали долой оружие она была одной из преследовательницей идеи мира и собственно считается что премию мира Альфред Нобель учредил именно в ее честь кстати она стала вторым лауреатом женщиной после Марии Кюри получила Нобелевку в общем такая вот у Нобеля была несчастная судьба он так и не обрел семейного счастья ну а мы с вами вышли еще на одну прекрасную чудесную улицу и здесь уже мы буквально пару слов скажем про Ивана Петровича Павлова с которого начинали потому что Павлов был первым отечественным Нобелевским лауреатом и здесь вот находится замечательное здание где он проработал нереальное количество времени и когда мы говорим про Павлова нам естественно в первую очередь приходит опять-таки на ум слово собака вот но буквально пару штрихов которые меня поразили вот сейчас мы приблизимся надо показать вот мемориальную доску что здесь Иван Петрович Павлов отдавший военно-медицинской академии 50 лет видите с 95-го по 24-й год это здание можно сказать было строено под него так вот буквально один штришок потому что про Павлова я буду рассказать отдельно мне задача показать вам насколько вот этот вот участок насыщен действительно всевозможными значимыми событиями фамилиями и объектами у него были очень жесткие терки с Бехтеревым так это это я не буду потому что это совсем совсем грустная история про то как его один из его сотрудников покончил с собой Иван Петрович в настоящее время я не имею вообще доверия к научной ценности того что выходит из физиологической лаборатории академика Бехтерева я был не раз поражен почти загадочными соответствием того что видели мы с тем что описано в его работах в общем короче он не признавал то что делал Бехтерев Бехтерев не признавал то что делал Павлов но их взаимная неприязнь наложила отпечаток на бурные дебаты по поводу проектирования алкогольного института то есть реально в российской империи должен был возникнуть такой институт в 1912 году Бехтерев выступил инициатором организации научного утверждения по изучению действия алкоголя на человека это знаете прямо отличный скетч до какого-нибудь КВНа да я помню у уральских пельменей была такая сценка в Юрмале где вот кафедра тестирования водки паленушки да многие ученые включая Павлова считали что правительство хочет создать новый институт с одной целью научно обосновать законопроект о слабых алкогольных напитках уже подготовленный к этому времени министерством финансов вынесенный на обсуждение в государственный совет Павлов и ряд других ученых резко возражали против самой идеи безвредности для человека малых досалкоголя тут надо пояснить что дело в том что крепкий алкоголь был тогда ну национализирован практически Сергей Ильич Витте ввел государственную монополию да и все кабаки принадлежали стране забегая вперед вот Николай II гениальный стратег он с началом первой мировой войны ввел сухой закон тем самым он а урезал доступ поступления соответственно денег в бюджет а там иногда доходило до 20% да представляете сколько потреблялось этого дела на стране а б дал волю бутлегерам вот в начале Мендельсон сотрудник Бехтерева писал будто 1 грамм алкоголя на 1 килограмм массы человек и безвреден для него я думаю сейчас многим эта теория придется по душе особенно если вас гаишник останавливает сотрудники БДД хотя я вот честно говоря вот ввел бы гораздо более жесткие законы за вождение пьяным за рулем потому что мне кажется это вот днище самое последнее Павлов не поленился выразить эту дозу формы более понятной читателям стакан водки в день и не оставил камня на камне от доведов Мендельсона тогда другой сотрудник Бехтерева объявили своего коллегу в нетучности дескать он имел ввиду 1 килограмм не абсолютного а 9% алкоголя на 1 килограмм массы человека в общем короче вы представляете чем занимались ученые мужи да и в том числе вот из этого здания Павлов строчил эти гневные свои филиппики по отношению Бехтерева то есть один пытался доказать что да ну даже полстакана водки в день это абсолютно безвредно а Павлов был жесткий зожник да он как бы там ездил на велосипеде он занимался физкультурой активно и все такое прочее вот но отсюда логично перекинуть мостик от Ивана Петровича Павлова Нобелевского лауреата Выборгская сторона к последней заключительной так сказать части нашего марганзонского балета ну и наконец третья основная часть заключительного марганзонского балета я хочу обратить ваше внимание вот на тот дом и на его крышу там находится башня ну я думаю сейчас она переделана в какие-нибудь ретрансляторные подставки а изначально это надстроенная башня противовоздушной обороны я их постоянно показываю на своих экскурсиях и здесь нам к сожалению придется пару слов сказать не о самой веселой странице нашей истории да и не только нашей дело в том что мы находимся с вами у одной из трамвайных подстанций самая известная трамвайная подстанция блокадная находится на набежной реки фонтанки рядом с цирком ее хотели снести но отстояли еще менее известная находится в районе Клинского проспекта Ямало-Дискосельского проспекта вот обратите внимание на огромные такие окна они намекают на промышленный характер этого здания и здесь как обычно мало кто обращает внимание на мемориальную доску подвигу трамвайщиков блокадного Ленинграда Я вообще планирую снять отдельный маршрут по блокаде Ленинграда в районе Мойки и Невского проспекта но здесь надо сказать что конечно же остановка трамвая сыграла катастрофичная катастрофичная плохо выразиться я все время сегодня какие-то вот такие фразеологии дурацкие может быть потому что тема сложная в общем когда встал трамвай у людей возникла необходимость тратить гораздо больше энергии чем они тратили раньше потому что работу никто не отменял и вот представьте себе вы и так изголодались а теперь вам еще приходится пехом добираться до места службы или места работы и это естественно стало сказываться на показателях смертности поэтому одной из первоочередных задач весны 42 года был запуск трамвая и вот несколько подстанций включая эту дали ток и по воспоминаниям ленинградцев когда шел первый трамвай по Невскому проспекту то вагоновожатая реально смахивала слезы с глаз а вокруг все махали приветствовали ее в принципе я вам даже сейчас подставлю кадры из фильма Балтийское небо где это показано неужели трамвай девочки трамвай мы пришли с вами к довольно странному монументу но я имею в страну в данном случае да вот он вот так вот выглядит сейчас это вообще памятник первооснователям Петербурга потому что мало кто догадывается что мы находимся вообще-то на кладбище причем не просто на кладбище а на первом санкционированном кладбище которое было организовано Петром Первым этот памятник был открыт по проекту архитектора Бухаева и соответственно скульптора Шемякина и они в таком тандеме много чего у нас в городе сделали ну например известный памятник Петру Первому это тоже их кстати Бухаев он еще известен во-первых Чижиком-Пыжиком а потом вот этим носом который висит у нас на Вознесенском проспекте на фасаде ну то есть вот он любитель таких вот интересных приколов и здесь ну тут все было так символично такая арка там масса всевозможных элементов из меди и вот здесь стоял медный стол на нем был медный череп и несколько раз это все понятно тырилось на цветной лом один раз архитектор носили собственные деньги он нашел в одном из отделений милиции украденный элемент он свои деньги восстановил но его опять украли и получается на данный момент что вот этот объект он ни в чем ведомстве то есть вот в этом была собственно главная проблема и находится сейчас заколоченный вот здесь раньше на самом деле в советское время активно купались дети я вам сейчас покажу фотографию ну а если продолжать историю про кладбище то здесь во-первых здесь были похоронены первые главные архитекторы Петербурга ну например здесь лежит Андреас Шлютер это человек который был Петром Первым вызван из современной Германии между прочим один из авторов янтарной комнаты здесь лежит Жан-Батист Леблон это ученик самого Ленотера Ленотер это извините меня весь парковый ансамбль Версали и была с ними двумя очень такая трагикомичная история с ними еще с одним архитектором Браунштейном который был немец но и у него как бы не было такого бэкграунда как у них и ему соответственно в Петергофе досталось несколько проектов и он их с удовольствием выполнял потому что это была возможность а самореализоваться б соответственно заработать денег но он был такой знаете довольно жесткий человек кидался своих подопечных тапками и вот он только начнет и приедет значит какой-нибудь Шлютер ну соответственно Шлютер пожил пожил и умер ну у того праздник но приезжает какой-нибудь Ленотер Ленотер пожил пожил и умер у того опять праздник в общем вот так вот по костям собственно в Петергофе и самореализовался ну и вот этот вот погост где от могил практически ничего не осталось то что было найдено в ходе реконструкции пойдем здесь по солнышку в ходе реконструкции было отправлено на территорию Самсоневского собора о котором я еще скажу пару слов помимо этого здесь похоронен соответственно расстрелий первый президент академии наук Блюмин Трост ну то есть в общем по набору фамилий становится понятно кадровая политика Петра потому что ну а куда деваться да нужно соответственно здесь и сейчас в резком быстром темпе строить новый город специалистов не хватает их никогда не хватает в принципе да даже сейчас казалось бы да в эпоху тотального лучшего образования пойди найди нормального специалиста в области каких-нибудь там пиар-коммуникаций это я вам уже просто свою некую боль рассказываю когда я еще работал в этой сфере у нас есть точнее не у нас был некий такой микс сочленения двух понятий святого страноприимца сампсония и самсона значит сампсоний это вообще-то святой гораздо поздний и почитаемый в основном православной церкви а самсон это извините меня вообще библия и вот когда мы видим в Петергофе самсон раздевай раздевающий раздирающий пасть льву то тут надо понимать ну во-первых этот самсон там почему-то короткостриженный хотя как я дальше скажу по легенде то вся сила его была в волосах что и выпутала потом долила чему посвящено немало картин висящих во многих галереях мира поскольку символ швеции лев то вот легенда о том что в библии сказано как самсон однажды шел и реально разодрал пасть льву ну и вот это все понимаете все спрессовалось в неком общественном сознании сейчас переходим на руку кстати это самый самсон он там много чем отличился например он там ослиной челюстью замочил тысячи человек одновременно учитесь без всяких там ммэй тренировок ну и еще там есть прекрасный сюжет про то как он ну он с филистимлянами воевал да про то как он поймал по моему 300 лисиц привязал им к хвостам горящие факелы и отправил на пассивные поля и весь урожай сгорел теперь вспоминаем что это нам напоминает да из нашей собственной истории только здесь самсон мужчина у нас была женщина ну и вместо лисичек были птички да а лисички взяли птички вот это произведение архитектур нога искусства сейчас увешано всевозможными рекламными вывесками я вам хочу показать несколько фотографий как это выглядело изначально изначально это выглядело весьма достойно это бывшая фабрика кухня причем изначально она называлась сталинской тут надо конечно сказать огромнейшее спасибо нескольким людям перед которыми я действительно преклоняюсь ну во первых это Лев Яковлевич Лурье который придумал дополнение к журналу собака.ру квартальный надзиратель откуда кстати я вот черпаю информацию конкретно об этом объекте Анна Петрова которая потом его сменила это одно из самых лучших вообще краеведческих изданий современного формата и в принципе оно показало как можно и даже нужно рассказывать о родном городе без этих вот в этом доме и так далее когда ты падаешь в обморок или вот смотришь документальные фильмы канала культура вот есть такая серия больше чем любовь я иногда ее смотрю она так начинается такими тадо 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 и я показывал одной своей знакомой и она говорит нет все давай не будем это смотреть уже просто первые аккорды скрипичные ее так сказать ввели в некий транс как хорошо когда светит солнце правый глаз ну в данном случае Ленин и Сталин думают о нас потому что главная задача была в тот момент конечно же освободить женщину от кухонного рабства да и вот предполагалось что будут строиться дома коммунные где вы будете жить коллективно и у вас там будут общественные пространства где вы будете собираться есть ну как минимум обедать и ужинать вы будете вместе да обедать вы должны в производстве но надо сказать что освобождение женщины от этого кухонного рабства оно еще предполагало то что все высвободившееся время она точно так же сможет тратить не только на семью воспитание детей но и на общественный и государственный полезный труд то есть это была определенная стратегия и вот здесь функционировала столовая то есть это фактически такая система советского фастфуда единственное что в 30-х годах когда это активно разрабатывалось причем вот это в принципе классика жанра конструктивизм или функционализм как его принято трактовать вот эти окна люкарные соответственно от Крубезье пошедшие вот эти колонны которые по идее должны направлять вас в следующее пространство то есть вот эта идея сквозного прохода когда в данном случае вот такая большая арка а вообще по логике вещей здесь должно быть пусто это вот как бы рафинированная идея данного французского рационализатора о котором кстати я рассказывал во время своей экскурсии по Мясницкой улице в Москве напротив здания центросоюза где стоит памятник открытый ему буквально в 2015 году в французском кстати он произносится как ле карбезье здание это было построено по проекту бюро АРУ это архитектурные урбанисты они назывались и вот с этой стороны была непосредственно кухня цех по производству полуфабрикатов тут еще кстати пытались складировать термосы в которых эти обеды отправлялись на промышленные предприятия ну и несмотря на то что конец 20-х и начало 30-х годов это жуткий голод и в общем из чего они там делали соя тюлени мясо килька дай бог даже иногда дуванчики шли в ход но посредством волшебства поваров спасибо нашим поварам все-таки советский рабочий получал более-менее нормальную самое главное горячую пищу и о которой ему не нужно было париться в этом плане конечно это был прогрессивный метод еще задолго до всяких там яндекс доставок и прочее ну а мы возвращаемся с вами соответственно к болтавской баталии к самсонию сейчас мы зайдем непосредственно сюда на территорию этого замечательного комплекса почему он построен здесь потому что вот туда если вообще идти да вот если долго 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 если долго по дорожке по тропинке вот туда вот ехать то рано или поздно вы приедете в Швецию да и здравствуйте вы приедете в Швецию и здесь вот начиналась эта дорога поэтому важно было замкнуть ее это точно так же как я в своей экскурсии в Берлине рассказывал почему рядом где-то под 45 градусов Рейхстагом стоит памятник нашим солдатам потому что там было пересечение двух осей нового города задуманного Шпеером по мысли Гитлера новая столица должна была называться Германия вот прямо на пересечении этих двух осей стоит памятник то же самое и здесь это все имеет некое концептуальное значение сам этот самбур изначально был деревянным потом он был перестроен затем он был как мы сейчас сказали реновирован архитектором Аплаксиным там дальше есть еще одна церковь по его проекту до которой мы не дойдем и понятно почему здесь был организован этот погос потому что это нормальная собственно традиция делать это рядом с храмом и он существовал до советской эпохи потом он был закрыт перепрофилирован как это часто случалось но в 80-х годах ему соответственно вернули в данном случае статус сначала памятник он вошел в архитектурно исторический комплекс куда входит у нас Исаакиевский собор данный собор спас на крови и смольный да вот четыре храма вот это вот это потом вот это вот вот сюда особенно видите это как раз надгробия которые были здесь помещены они были выкопаны при как я сказал реставрации со стандартными черепушки с двумя костями отдам его голова вот это все что осталось причем видите некоторые были достаточно искусно сделаны не просто гранитные плиты ну и здесь у нас если мы сейчас обойдем его и дойдем до часовни есть очередной у нас мотив связанный конечно же с некой якобы масонской символикой о чем я пару слов скажу так вот поскольку вся эта территория ну вот эта данная территория она здесь вот еще кстати у нас есть плиты ну понятно мы не будем к ним подходить потому что они примерно такие же как те посвящены идее Полтавской Виктории то вот там через дорогу был открыт памятник о котором я тоже пару слов скажу вот эта часовня обратите внимание в отличие от этого собора она новодельная то есть это уже архитектор Аплаксин построил когда реставрировал данный храм и именно здесь а это уже были новые времена до 17 года оставалось буквально чуть-чуть но именно здесь он поместил вот над входом учезарную дельту всевидящее око которое говорит нам не больше не меньше о том что просто Господь наблюдает за нами и и в данном случае масонство это не имеет никакого отношения ну и один из главных монументов которые мы можем здесь видеть это памятник такому такому русскому патриотизму был вот этот вот трезубец Невский Горохов и Вознесенский что нарушает соответственно концепцию масонского Петербурга задуманного Петром Первым потому что это более поздний концепт вот здесь есть памятник на первом месте конечно стоит Артемий Волынский потом идет Хрущев и Петр Ероткин В школе нам преподавали это как некая борьба русской партии против немецкой партии вот это Бероновщина Астерманщина и так далее на самом деле если посмотреть на вещи трезво то и среди них были люди с немецкими фамилиями точно так же как в этой самой немецкой партии были люди с русскими фамилиями поэтому говорить о том что это столкновение русских и немецких интересов не совсем корректно это столкновение классических подковерных игр, придворных интриг и так далее, во время которых Волынский попросту проиграл. Он был тот еще парень, он мог отхлистать по щекам поэта Тредиаковского за то, что тот не сочинил вовремя оду, и при всех это сделать прилюдно, и Тредиаковский на самом деле это не выдержал, и после этого он там прожил недолго и умер. Поэтому все зависит, конечно, от взгляда. Тут у нас все посвящено Полтавской битве. Значит, здесь две речи. То, что сказал Петр I до и после сражения. И обратите внимание, вот эта досраженческая речь. Пришел час, который должен решить судьбу Отечества. То есть он говорил о том, что вы бьетесь не только за Петра, вы бьетесь за Отечество. И именно это считается началом такой некой патриотичной националистической линии, которая, наконец, начала окончательно, бесповоротно формировать идею российского государства. Вот этот памятник был открыт здесь к 200-летию Полтавской битвы. И я вам сейчас покажу несколько фотографий. Во-первых, фотография с церемонии открытия данного монумента. Затем, если мы посмотрим вот сюда, вот туда, переведите, пожалуйста, камеру, любезный. То здесь перед вами представить, так называемый, паровичок. Это был такой состав, действительно, на правом ходу, который ходил в лесное. Вот туда. Из центра Листоя, это, кстати, был такой очаг потом возникновения будущих народовольцев. Там был и кружок чуйковцев, и, собственно, туда вот Сонечка Перовская переехала ставить химический опыт из Аларчинских курсов. Так вот, данный монумент, он в 20-х годах был снесен. Это был не единственный памятник Петру Первому, снесенный при большевиках. Например, еще один памятник, где Петр Первый с топором стоял на набережной, точно так же уничтожили, ну, хорошо, что не дошло до медного всадника, наверное, все-таки в силу его какой-то значимости уже культурологической, окончательно въевшейся в контекст страны. И вернули его буквально недавно, на самом деле. Поэтому в 20-е годы, конечно, была эпоха довольно жесткая в плане битвы идеологий, и потребовалось полное переформатирование общественного сознания, потому что, опять-таки, в те же самые 20-е годы именно понятие патриот, оно было ругательным и ассоциировалось прежде всего с мракобесием. И вот такое, знаете, низкопоклонничество перед царским режимом. Поэтому активно сносились памятники и боевым генералам, например, в Ташкенте и в Москве такое происходило. Ну, а про царей я вообще молчу. Но, как я сказал, медный всадник и Екатерина II, она у нас перед Александринским театром, они не пострадали. Потом уже при Сталине произошел поворот в обратную сторону. Оказалось, что Петр I парень хоть куда, и на него надо ориентироваться. И все остальные, там, и Суворов, и Кутузов, оказывается, тоже хорошие парни, а нифига не только царские слуги. Ну, а дальше всю историю вы знаете, там, и фильмы, и ордена, и все так далее. Мы с вами пришли к зданию, которое сейчас завешано зеленой пленкой. Ну, не пленкой, сеткой. Вот сверху растут такие замечательные насаждения. Дело в том, что это и есть тот самый вот первый корпус завода Нобеля, который был основан еще отцом этого семейства. И потом, когда, значит, возвращаемся, да, к Нобелям, он делал не только мины, но в основном, конечно, на военных подрядах очень здорово нажился. Кому война, кому мать родна, как обычно. У государства не хватало мощностей. И действительно, вот эти его мины морские, они заткнули финский залив, но Крымская война закончилась. Мы сейчас переходим улицу. Крымская война закончилась, и, соответственно, Нобель уехал обратно, взял с собой как раз сына Альфреда, а здесь оставил двух своих старших сыновей, значит, Роберта и Людвига. И вот они здесь развернулись по полной, особенно Людвиг, про который мы сегодня будем активно говорить. Жили они, как я уже сказал вам, вот в том особняке, построенном по проекту Мельцера, и, в принципе, Мельцер понастроил здесь большое количество всего. Сейчас вам будет буквально маленький кусочек, мы нырнем во дворы, просто для того, чтобы там было потише вести наш рассказ, чем характерна деятельность Людвига Нобеля. В Российской империи была запрещена добыча нефти частным лицам, это была государственная монополия. Но Александр II эту монополию отменил, и вот одним из первых, кто, соответственно, прыгнул в район Баку, были как раз Нобели. Как происходила добыча нефти до них? Значит, вот реально, брали черпак такой, наливали в бочку, бочку грузили на арбу, и вот на ней везли, соответственно, пароход, потом на железнодорожную ветку, потом эти бочки обратно разгружали и так далее. Значит, сначала Нобель додумался поставить нефтекачалки, если попросту выражаться, до вышки, что уже удешевило добычу нефти. А потом он фокусился на святая святых. Вы уж понимаете, когда вот есть вот такая вот история, там целая мафия функционирует, он придумал сначала нефтеналивной танкер, который он назвал Зоруастр, и это еще сильнее удешевило. То есть можно эту бочку увеличить до нереального размера и везти по воде в виде корабля. Ну а потом он придумал трубопровод. И все, и вот эти все ребята, они там погорели. Ну а вы понимаете, что Баку это город такой, то есть там парни-то с очень горячим темпераментом, да, и очень хотели держаться за свое дело. Значит, во-первых, надо показать это здание вот с этой стороны, да, под зеленой сеткой. Ну и, конечно же, в данном случае нам важна вот эта аббревиатура РД. Что она обозначает? Хотелось бы сказать, что Рудольф Дизель, но нет. Гораздо более гордое название Русский Дизель. Действительно, это предприятие Русский Дизель, вот вся вот эта территория, это все Нобелевские заводы. При чем здесь Дизель и при чем здесь Нобель, я сейчас вам расскажу. Вот, и против Людвига Нобеля началась самая настоящая война. Взрывали трубопроводы, их пытались закапывать на 2 метра, это не помогало. Кстати, там работал один из героев нашей предыдущей проходки, мы ходили вот точно так же там через дорогу, Леонид Дорисович Красин, который занимался как раз-таки электрификацией нефтепромыслов. Совершенно прогрессивнейшая затея для тех времен. И, ну, Нобель выстоял в этой войне, было сформировано акционерное общество, куда был привлечен капитал не только шведский, но и русский. Он скоординировался с Ротшильдом против Рокфиллера, потому что стандарт Оилл пытался завоевать весь мир, и Нобель пытался ему противостоять. А дальше случилось следующее. Дальше случилась кооперация с тем самым Рудольфом Дизелем. Я сейчас об этом скажу подробнее, но пока я об этом говорю, обратите внимание вот на эти дома. Начиная вот отсюда и вот туда далее. Мы сейчас пойдем этим внутренним проездом. Это рабочий поселок, который Нобели построили для своих сотрудников. Надо сказать, что, естественно, квартиры здесь, кстати, были там двух-трехкомнатные с прекрасными высокими потолками, со всеми удобствами и так далее, и так далее. Квартиры эти получали, понятное дело, не каждый мог получить такую жилплощадь. Получали те, кто уже работал там достаточно долгое время, специалисты всевозможные. Но идти на работу было буквально через дорогу. И это не единственная уникальная вещь, связанная с данным предприятием. Причем видите, как они строились? Действительно с интересным архитектурным решением. Это все тоже архитекторы. Но в основном Мельцер это все строил. Также участвовал Федор Лидваль, но главный дом Федора Лидвалья мы покажем вам в конце. И я еще читал, что Виктор Шретер. Но вот я в своей книжке про Виктора Шретера не нашел ни единого упоминания о том, пытался понять, какой из этих домов он мог построить. Ему, правда, эта история была чрезвычайно близка, потому что, видите, вот здесь вот эти кирпичные вставки. Вот Шретер это все очень любил в кирпиче. И такими простыми мотивами, обратите внимание, вот видите, под карнизом такие кирпичи повернуты. И вот уже фасад выглядит гораздо интереснее. На любом предприятии было расслоение, потому что всегда есть начальники-подчиненные, всегда есть более удачные и менее удачные работники, всегда есть более старые и менее старые. У Нобелей там уже целые династии рабочие на тот момент существовали. И, кстати, именно им в первую очередь эти дома и предназначались. Ну, понятное дело, да, с точки зрения любого HR, как бы это абсолютно логичное решение данного вопроса. Так вот, Рудольф Дизель, он изобрел свой мотор. Сначала он, естественно, хотел предложить его своей родине Германии, и он на деньги местных промышленников это разрабатывал, пообещав им, что он будет работать на угольной пыли, что немцам было крайне выгодно, потому что там с добычей угля все нормально. А в итоге он его переконвертировал в дизель, собственно, да. И вот это был очень неприятный удар для них, потому что, ну, они понимали, что, соответственно, он будет работать на нефти, а нефть в основном тогда, если говорить про соседние государства, добывалась в России, они будут зависимы от России, а уже было понятно, что, скорее всего, с Россией будет война. И, в общем, Дизелю зеленый свет не дали. Плюс Дизель не хотел кооперироваться с Рокфеллером, потому что он видел в нем вот такого классического капиталистического хищника. И поэтому он пришел с этой идеей к Нобелям. Людвиг Нобель заплатил ему за патент колоссальнейшую сумму, по тем временам 800 тысяч марок. Это просто нереально для тех времен. И эти дизели начали выпускать здесь. Естественно, Рокфеллер был в панике, потому что он понимал, что если сейчас на рынок будут выпущены дешевые дизельные моторы, то молодая автомобильная промышленность Америки просто каюкнется. Более того, здесь эти моторы были модифицированы, и они стали ставиться на корабли. Отсюда, соответственно, возникновение понятия теплоход, а не пароход, или пироскав, как их изначально называли. И все было бы хорошо, если бы не один момент, если бы не Нобелевская премия. Потому что, когда Нобель оставился, умер и скрыли его замещание, выяснилось, что он действительно распорядился поместить огромное количество своих денег в активы, процент которых должны были выплачивать как раз лауреатам Нобелевской премии. И Людвигу Нобелю пришлось одномоментно вынуть из своего общества большую сумму. Это очень сильно затормозило производство дизельных двигателей. Но, тем не менее, они здесь производились. Мне на курсах гидов-переводчиков рассказывали, что здесь даже делался двигатель для Титаника. Я хрен знает, я это не проверял. Хотите, попробуйте выяснить. Мне кажется, это байка, хотя, ну, почему бы и нет. Так вот, у Рудольфа Дизеля у него была печальная судьба. Он поплыл на пароходе в Англии и не доплыл. То есть он сел на пароход и не приплыл. Там провели расследование, выяснилось, что он там не бухал, с борта сам не бросался. И отсюда некая такая конспирологическая история про то, что ему помогли. И вот есть две версии, что либо это американцы как раз, вот, Рокфеллер, либо это немцы, которые, ну, во-первых, национальное сознание не могло им достоинства простить такое, ну, а во-вторых, соответственно, чтобы Нобель больше ничего не... Ой, извините, Дизель ничего больше такого не придумал, надо его устранить. Мы с вами выходим на Лесной проспект, бывшую Нестатскую улицу. Прошли через такую красивую арку, через которую мы еще раз с вами пройдем сегодня. Вот, обратите внимание, да. Это у нас замечательный Федор Лидвуд. И мы сейчас пройдем сюда. Вот его, ну, не только его, но вот фирменный знак модерна северного, такого романтического, вот эти все гранитные блоки должны быть не обтесанные. То есть это некая аллегория на скалы, да. При этом они, видите, прорежены кусочками пилястр, каннеллированными. Этот элемент называется каннелюра. Да, мы туда зайдем. И, поскольку это Лидвальд, и поскольку это модерн, то вот видите, такие вот у нас вместе с гирляндами такие прекрасные рожицы. Вот сейчас мы увидим местных жителей. Мальчик застремился. Мы с вами пришли в здание, которое было построено для, ну, как бы сейчас выражались, для топ-менеджмента. Здесь жила уже бухгалтерия, все финансисты и так далее. И здесь очень хорошо показано, как этот дом был зонирован. Это у нас главная, получается, лестница, чтобы наверх снять. При том, что лифтов до сих пор нет, хотя и дом привилегированный. Можете оценить высоту потолку. Вот. А эта часть вот та самая черная, куда мы сейчас с вами нырнем. То есть, видите, очень четкое зонирование. Сюда заходит прислуга, здесь вам поднимают дрова, здесь, соответственно, все эти там зеленчайки, полотеры и так далее. И вот черные двери, с черной лестницы выходят. Это уже, как правило, с кухни сюда был проход. То есть, мы с вами в данном случае имеем не только проходной двор, но даже проходной парадный. Проходной парадный подъезд. Вот мы опять оказались здесь. Вот это, кстати, здание, между прочим, школы, которая была построена на деньги Нобелей. И если там сначала училось меньше 20 человек, то потом эта сумма уже, цифра, перевалила за 100. Ну, то есть, Нобели тратили бабки на своих собственных рабочих. И вот это как раз идея капитализма с человеческим лицом. К сожалению, ну, не будем лукавить, Нобели были, может быть, не единственными, но одними из очень немногих, кто понимал, что с рабочими надо обращаться по-человечески. В основном в Российской империи рабочий класс рассматривался как тягловое быдло. Не будем, так сказать, это слово удалять. И я всегда говорю, что Российская империя тех времен, это примерно как Китай конца 80-х, начала 90-х годов. То есть, ты приходишь, вкладываешь деньги и получаешь прибыль порядка 300-200 процентов. За счет того, что ты платишь низкие зарплаты, у тебя нет никакой там социалки и так далее. А на все попытки рабочих как-то этот вопрос решить, ты просто это все игнорируешь и можешь даже подавлять силой. Вот Нобели были более прогрессивны в этом отношении, что показывает вот это все. Но, естественно, в Советском Союзе было не принято вообще в принципе упоминать ни про Людвига Нобеля, ни про Марту Нобеля, про которую я сейчас еще пару слов скажу. Потому что в Советском Союзе даже была история с премией Нобелевской. То есть, если вот Иван Павлов, про который я говорил, он получил Нобелевскую премию спокойно, то вот у нас был прецедент, когда Пастернака буквально затравили за то, что он получил Нобелевскую премию. И мне очень нравится логика некоторых товарищей из, так называемого, левого лагеря. Ну, типа, ну, Ашолохов же получил, а все остальные же получили. Ну, прекрасно. То, что все остальные получили, говорит о том, что можно человека затравить за то, что он написал великолепный роман. И вынужден извиняться и говорить, что нет, я не поеду за ваши премии. Но потихонечку, помаленечку, справедливость восторжествовала. И здесь мы видим перечень основных людей. Ну, вот я начинал с Эммануиля Нобеля, да. Дальше вот Роберт Нобель, Людвиг Нобель, Альфред Нобель и Эммануиль Нобель. Это, соответственно, сын Людвига Нобеля, который жил вот в этом особняке. И здесь же, в этом особняке, он сделал пристройку для своей сестры Марты Нобель. У нее была совершенно потрясающая судьба. Я буквально в двух словах расскажу. Ну, во-первых, она, в отличие от других членов семейства, она вышла замуж за русского по фамилии Олейников. Для них он был никто звать никак, соответственно, не богат, не знатен. Но она настояла на этом. И ее брат, соответственно, ее в этом поддержал. Специально для них он пристроил отдельный курс, корпус. На ее деньги была построена факультетская клиника в нынешнем медицинском университетском городке. Полностью там 300 с чем-то тысяч рублей было потрачено. Она купила все оборудование для нее. Она окончила, на самом деле, высшие медицинские курсы. Причем поступала туда в 1601 году. Ее не взяли, потому что считали, что она слишком богатая. И она отучится, выйдет замуж и все. Нет, она в 1902 году все-таки поступила. И она была дипломированным медиком. И вот здесь был организован Народный дом. Нобелевский народный дом. Это такое предтеча ДК, домов культуры советских. Сюда, соответственно, народ ходил в читальню. Здесь проводились лекции. Здесь в 1905 году были устроены, проводились бесплатные обеды. Марта Нобель выдавала специальные синие книжки с такими талончиками, где ты мог, соответственно, на этом талончике обед. Плюс на выбор либо завтрак, либо полдник. И раздавала их даже семьям, те, кто бастовали. А во время Первой мировой войны здесь был устроен лазарет для солдат. Не для офицеров, а для солдат. И Марта Нобель лично за ними ухаживала, потому что она была дипломированным медиком. Ну, они каждое лето уезжали, соответственно, в себе в имение, которое нынче называется Ландышевка. Это под Выборгом на берегу. Ну, и последний раз они уехали летом 1917 года и не вернулись, потому что тут пришли новые люди. Все национализировали. Назвали предприятие русским дизелем. И, соответственно, и оттуда им пришлось бежать уже в 1940 году. Ну, правда, Олейников уже, к сожалению, умер к тому моменту, потому что началась, понятно, война советско-финская. И она в 60-х годах умудрилась получить визу в Советский Союз и сюда приехать. И она попросила вот как раз прийти в медицинское учреждение, встроенное на ее деньги. Ее туда таки пустили. Она ходила, говорила, что здесь у меня была женская палата, здесь это было покрашено в другой цвет. И, если верить ее потомкам, некоторые ее указания потом были воплощены в жизни. Я представляю, какими глазами она смотрела на тогдашний Советский Союз. Потому что даже вот моя история с Тесилей Линстром, который работал лициконсулом Швеции, с которой там максимально плотно общался в годы своей молодости, она рассказала, что она в конце 80-х приезжала еще студенткой. Ее поражало то, что у нее спрашивали, а можно твою зажигалку посмотреть на столе? И вот я иногда транслирую ситуацию на ту эпоху, когда все еще было жестче с советским бытом. И что должна испытывать тогда Марта Нобель, когда она приезжала, видела, в каком состоянии там ее особняк, в каком состоянии все то, что было построено на ее деньги. Ну а конкретно Людвигу Нобелю и Альфреду Дизелю надо сказать спасибо за эти дизельные моторы, потому что во время войны они нас очень сильно спасли. Танки на дизеле горят гораздо хуже, чем бензиновые немецкие танки. И вообще, если экспонировать это все более широко, в принципе, Нобели заложили вот эту инфраструктурную концепцию, нефтегазовую, которая до сих пор нашу страну кормит. Ну а мы потихонечку, соответственно, смотрим вот туда, где будет город-сад. Вообще не Ишлотский переулок, лично для меня, он всегда врезался в мою память, потому что там я вот занимался стройкой, там в конце находится здание налоговой инспекции, и когда я был студентом, и мне нужны были деньги, я пошел туда работать. Сначала демонтаж, потом на строительство, ну и вот носил на себе балки, но на всю жизнь выучил это название не Ишлотский, потому что я сюда ездил на работу к 8 утра. Не очень, надо сказать, меня это впечатляла идея, скажу честно. Да, а здесь, соответственно, компания Юит будет строить объект очередной свой, который называется Илона, ударение на первый слог. Здесь будут соблюдены все привычные для нас уже условия жизни, и кладовки, и система умный дом, и вообще вся внутренняя инфраструктура. Ну и в принципе, как бы вы видели, что вся окрестная территория в настоящий момент, да, она капитально отличается от картины древолюционной. Огромное количество зеленых скверов, зеленых насаждений и так далее. Здесь очень комфортно гулять на выходных. Я вот водил тут экскурсию, и мы прям вот на некоторых улицах переходили по абсолютно пустой проезжей части. Поэтому, если вы хотите озадачиться вопросом о том, где бы вам пожить так, чтобы с одной стороны, близко к центру, с другой стороны, чтобы это был район с мощным историческим бэкграундом, с третьей стороны, чтобы здесь было где погулять, побегать с ребенком, собачкой, семьей и так далее, с четвертой, чтобы это было поблизости от набережной, на которой можно выйти и покататься на роликовых коньках, на велосипедах, на чем угодно, то вот вы, пожалуйста, можете подумать о данном доме. Но если вы хотите подумать, как провести время зимой, то можете посетить мой сайт, ссылка на который приведена внизу, и там посмотреть расписание мероприятий. Их немного, потому что не сезон, но они есть. Редко, но метко проходят экскурсии в Петербурге. Будет экскурсия в Москве в конце февраля. Ну и главное мероприятие, лекция про Дмитрия Павловича, про его отца Павла Александровича. Вы узнаете о том, какое отношение имел Дмитрий Павлович к убийству Распутина прежде всего, но еще и, например, к флакону Шанель номер пять. Эта же лекция будет прочитана в Петербурге 19 февраля. Ну а если вам лень куда-то ходить, то вы можете озадачиться домашним чтением. Есть путеводитель по Невскому. Уже заканчивается второй тираж. Скоро буду допечатывать третий, поэтому спешите купить. Если вас интересует история медийных войн, то есть книжка о пиаре Японии во время русско-японской войны с большим количеством иллюстраций. Ну а если вы хотите погрузиться в Петербург конца 90-х нулевых годов, то, пожалуйста, мой остросоциальный роман «Корень», который, как выясняется, не потерял актуальности по сей день. Книги также можно приобрести после моих мероприятий. В этом случае я их подписываю. На этом все. ACDC forever. С вами был гид Павел Перец. Оставляйте комментарии. Увидимся. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»